Россия активно работает на морях. В России, вы знаете, очень много морей по периметру страны. Но так получилось, что Балтийское море является полигоном, на котором отрабатываются все элементы, как работа с морскими пространствами, так и управление. В этом плане нам очень полезно оказывается взаимодействие с нашими соседями странами. Они являются членами Евросоюза. И идет кооперация практически по всем направлениям. Рабочая группа «Хилком ВАСАП», о которой упоминалось ранее, в нее входят представители России. И на ней обсуждаются те работы и проекты, которые проводятся всеми странами региона. Кроме того, что страны работают по национальным программам, есть еще и трансграничные программы, пилотные проекты. Я о них скажу чуть ниже. И есть дата групп, то есть группа, которая работает по данным. Первое, с чем столкнулись реально при объединении усилий по использованию Балтийского моря, заключалось в том, что каждая страна работает на базе своих данных и готовит на выходе те результаты, которые ей нужны. И когда мы говорим о том, что надо подходить к Балтийскому морю как к единому целому, оказывается, что целое не склеивается. Вот первый пример, который возник месяца три назад. Решали первую задачу на дата групп. Нанести на карту Балтийского моря границы всех государств. Элементарная задача. Но не срослось. Где-то границы нализали друг на друга, где-то оставались пустые места. Страны работают в своих системах координат, свои правила перевода со системы одной в другую. Получается нестыковка. Работают над этим. Второй вопрос, который всплыл вчера или позавчера. Проходила встреча рабочей подгруппы в Хельсинки. Сопоставляли польские и немецкие планы, акватории, морские планы. Выяснилось, что при внешней схожести внутри есть различия принципиальные. Что такое морское пространственное планирование? Это зонирование и регламентация. То есть выделение специфических зон на акватории морской акватории и установление регламентов их использования. То есть ограничения и разрешения, в соответствии с которыми может осуществляться деятельность на этих акваториях. Так вот, польский подход заключается в том, что они устанавливают разрешенные использования на акватории, а немецкий подход наоборот. Они устанавливают запрещение, ограничение использования на акватории. Вот вроде все очень похоже, но когда начинаешь склеивать, получается чуть-чуть не так. То есть одна из задач этого – это выработка единого подхода к составлению морских пространственных планов. Почему важны морские пространственные планы? Это не самоцель. Это инструмент, который помогает определить совокупное использование моря. Вот на Балтике давно уже поняли, что море не разъединяет, а море объединяет страны. Но объединяет как в хорошем, так и в плохом смысле. В хорошем – это коммуникация, это общая экономика, которая носит название «голубое», это связи между людьми. Плохое – это то, что тоже море переносит загрязнения, переносит опасности, и оказывается, что все страны находятся в одной упряжке. Не может быть у кого-то хорошо, у кого-то плохо. У всех или хорошо, или плохо в большей или меньшей степени. Поэтому идет вот эта отработка, и идет многочисленные, я бы сказал, программы, которые выполняются или Евросоюзом отдельно, или Евросоюзом с Россией, и помогают находить общий язык во всех процессах. Это программы «Интеррек Балтик», «Интеррек Центру», «Бонус», «Сидмани», «НСБС». Это вот то, что сейчас идут разные программы сотрудничества, в которых активно участвуют все балтийские страны. Ну, сложно выступать после Швеции, и Швеция граничит со всеми балтийскими странами, это королева моря. Но, тем не менее, у России тоже свои существенные интересы. Значит, иногда они более локальны. Вот наша как бы первая локальность – это Финский залив. Финский залив – это Петербург в вершине залива. Это самый крупный город на побережье Балтийского моря. И, может быть, один из самых красивых, куда многие стремятся попасть. Но, соответственно, это и источник многих проблем, которые быстренько пересекают границу и докатываются до Финляндии, докатываются до Эстонии, а иногда идут и дальше. Поэтому, вот, локальный бассейн Финского залива, он исследуется отдельно. Плотно исследуется с 1996 года. В 1996 году был проведен первый год Финского залива, в 2014 – второй. Значит, между ними работа не останавливала, шел мониторинг. Сейчас год Финского залива продолжается практически на постоянной основе. Идут исследования стран с постоянным обсуждением. У нас по Финскому заливу ежегодно проходит, ну, наверное, с 6 до 8 встреч в разных странах. Очень плотное взаимодействие исследователей, плотное взаимодействие бизнеса, плотное взаимодействие населения. Много общественных организаций в России, и в Финляндии, и в Эстонии именно акцентируют свое внимание на экологическом состоянии моря. В то же время хочу сказать, что понятие «голубой экономик» как таковое в российской практике отсутствует. У нас есть очень развитый аппарат территориального планирования на берегу, есть соответствующие федеральные законы, но море в целом является федеральным и, ну, на мой взгляд, практически бесхозным, честно вам скажу, потому что нет уполномоченного органа в стране, который бы отвечал за комплексное использование моря. Отрешливой подход – да. Министерство транспорта – свои интересы, Министерство сельского хозяйства – это рыбаки, Министерство природы – это экология и излечение ресурсов, Министерство обороны – свои и так далее. Вот каждое ведомство решает свои интересы, которые, ну, так скажем, не всегда совпадают как между собой, так и с интересами общества. Поэтому в целом люди, которые живут на берегах Финского залива, очень заинтересованы в сотрудничестве. Мы в России начали работы над тематикой морского пространственного планирования, понимая, что это планирование перетекает потом в управление, в планы управления и реализацию этих планов. С 2012 года у нас по линии Министерства экономического развития разработана методология морского пространственного планирования. В 2013 году по линии другого Министерства, Министерства регионального развития, разработана концепция закона. В 2014-2015 году по линии третьего Министерства природных ресурсов разработаны пилотные планы Финского залива и Баренцева моря. Ну вот видите, что за три года три министерства активно участвовали в этой работе. Итога, как такового, пока нет. Ну, мы очень ожидаем этого итога, потому что у нас на выходе закон о государственном управлении морской деятельности, который официально вводит понятие морского планирования и управления на море, и следом за ним пойдет закон о морском планировании. Есть у нас документы, которые работают по морю, но не связаны непосредственно с этими законами. У нас есть морская доктрина, есть стратегия развития морской деятельности. Для приморских регионов в стратегии социально-экономического развития с 2014 года отдельно выделяется морской компонент, то есть то, что называется «глубая экономика», хотя такого названия нет. Кроме того, у нас работают государственные программы, то есть планы по использованию тех или иных ресурсов суши и моря. Значит, в целом по стране действует 30 государственных программ, которые распространяются, это федеральные, распространяются в том числе и на приморские регионы. И в приморских регионах, ну, по-разному, где-то в Кальдоме от 20 до 30 тоже государственных региональных программ, которые в той или иной мере затрагивают прилегающие морские акватории. Ну вот, красные точки – это возможные точки роста на Черном море. Но то, что мы знали, нанесли более часто, то, что мы не знали, тут, извините, осталось, может быть, белым. Пунктирная линия – это та новая планировочная ось, которая возникнет в связи со строительством Крымского моста и, соответственно, железной и автомобильной дорогой, которые пройдут из Тамани на Крымский полуостров. Значит, вот другая схема, как бы локальная. Это развитие яхтенного туризма. Ну, чего-то надо начинать взаимодействие. То, что лежит на поверхности – туризм. Туризм – это очень хорошо. Значит, яхтенный туризм – это почти просто. Не надо задействовать большие компании. Это то, что под силу малому и среднему бизнесу. Ну, вот приехал я в Батуми, прилетел позавчера из Петербурга. У нас там уже дождь, у нас холодно, тут солнце, тут море. Ну, почти в рай попал. Что для рая хорошо, приморского? Конечно, увидеть парус на горизонте. Ни одного паруса я вообще не обнаружил ни яхтенных или катерных туристических судов, ни круизных. Я считаю, что это недостаток для Грузии и недостаток для нас, как для соседа Грузии. И мы вместе можем над этим работать. Ну, зачем это надо? Вот последний слайд, который я показываю. Вот эти цифры – это яхти на туризм на Балтийском море. Стокгольм – прекрасный, красивый город. 24 тысячи яхтозаходов в год в этот город. Турку – город значительно меньше. Наверное, по уровню примерно, как в Батуми. 16 тысяч заходов яхт. Хельсинки – 19 тысяч. Таллинн – 10 тысяч. Санкт-Петербург – 60. Не тысяч, а штук. Каждый заход яхты, в зависимости от инфраструктуры берега, может принести от 30 до 300 евро в сутки. Вот посчитайте, сколько мы теряем в Петербурге. По информации от наших партнеров, значительная часть балтийских яхтенных туристов хотели бы добраться до Петербурга. Но, извините, нет у нас инфраструктуры в Питере. Вот чтобы дойти от финских или эстонских пропускных пунктов на границе до первого пропускного пункта в России, в районе Кронштадта, надо пройти где-то около 150 морских мин. Это переход очень хороший. У спортсменов он занимает там 28 часов, 30. У тех, на кого ориентирован туризм, это 35-40 часов. На кого мы ориентируемся? Ну, грубо говоря, немецкий бюргер с семьей, с собакой, с кошкой, там, не знаю, с тещей. То есть вот такой семейный туризм, именно он приносит наибольший доход. И именно на него мы хотим развивать и Петербург, и считаем, что надо развивать и Черноморское побережье. Именно развивать сначала как инфраструктуру, причем это инфраструктура, ориентированная на малый и средний бизнес, так и сопутствующие услуги. Это и сами эти компании, это и объекты туристической инфраструктуры, прибрежные и соответствующий транспорт. Вот на Балтике мы сейчас, Финляндия с Эстонией уже ведут работу под названием 30 миль, то есть чтобы расстояние между яхтенными портами не превышали 30 миль, это комфортный перегон для туристической яхты. Мы считаем, что нечто подобное можно сделать и на Черном море, по нашему Финскому заливу, по российской части, как бы мы подали заявки на эти работы на следующий период. Ну, будем надеяться, что эта работа пойдет не только там, но и здесь. Значит, вот что я, так сказать, какой балтийский опыт мог бы предложить перенести сюда? Ну, во-первых, это достаточно плотная кооперация, взаимодействие между странами на всех уровнях. Разрешение всех проблем через переговорный процесс. На Балтике тоже очень много проблем. Не деремся, разговариваем. Широкое подключение программного финансирования. Вот здесь были, лежали на регистрации альбомы работы по Горизонт-2020. Много работ, но не все, что можно. Есть? Есть. Услышал я в докладе, что Евросоюз выделил на программы миллион евро. Значит, в рамках своих возможностей. Я знаю, что в рамках организации Черноморского экономического сотрудничества Россия выделила миллион долларов, то есть примерно столько же. Единственное, что мне непонятно, почему у нас в Россию идет. Евросоюз одно, Россия другое. Организации близкие, но разные. Мы как бы в растопырку работаем. Значит, следующее, что я считаю нужным, это перевод во взаимодействие, фокуса центральных правительств на региональный уровень. В России, на мой взгляд, это слабость, чрезмерная централизация власти. Считаю, что можно сделать. Ну и дальше, я считаю, что по примеру Балтики надо думать о совместном морском пространственном плане в какой-то обозримый период. Ну не знаю, 25-й год или 30-й год. Но так, чтобы было понятно, как совместно, эффективно и с точки зрения экологии грамотно использовать акваторию Черного моря. Спасибо. Спасибо.